Оказать помощь, привезти продукты и лекарства, спасти животное или поддержать добрым словом – для этих молодых людей это не просто ежедневный список дел, пожалуй, стиль жизни. Сегодня добровольцы Унического района – это не только дружная команда единомышленников, это сплоченные и активные ребята. У них теперь есть свой центр по развитию добровольческого движения. Это является новой платформой для реализации и для налаживания более хорошей работы нашей команды, потому что мы всегда думали, что нам негде даже собраться, негде где-то обсудить, сесть, поработать за компьютерами все вместе, а нам сделать такой хороший центр, где мы можем все собираться. Близняшки Саша и Настя Войстроченко уже больше трех лет в волонтерской деятельности, гордо перечисляя свои добрые дела, а они сразу во всех сферах. Подготовка мероприятий, патриотические праздники, экологические встречи, помощь пенсионерам и ветеранам. Уверенно признаются девочки – это далеко не предел. Наверное, у меня эта мечта, можно даже так сказать, зародилась еще в детстве. Всегда хотела быть волонтером, всегда хотела помогать людям, потому что испытываю всегда чувство сострадания к людям, которым нужна помощь. И для меня очень важно помогать людям, особенно меня привлекает, и мне очень нравится помогать детям, сохранить здоровье, одолеть им радость, участвовать, помогать им в праздниках, делать мероприятия. Для меня это в целом зов сердца. Вот мне хочется помогать, мне хочется участвовать, мне хочется быть вовлеченным во что-то, хочется помогать тем, кто в этом нуждается. Потому что, как уже сказала Настя, это так ценно и так важно, видеть отдачу от людей, видеть их счастье, осознавать, что сегодня я кому-то помог сегодня, у кого-то благодаря мне хороший день. Перерезать красную ленту и исполнить мечту по созданию центра стало возможным благодаря победе в региональном конкурсе на формирование центров по развитию добровольческого движения в муниципальных районах Брянской области. Просторный и светлый кабинет, современное оборудование и большой багаж новых идей и планов. Это место теперь они называют вторым домом и стремятся скорее в него заселиться. Когда наш президент Владимир Владимирович Путин объявил 2018 год годом волонтера, по итогам года при подведении конкурсов волонтером года был назван наш с вами земляк Антон Коротченко, который сейчас трудится в первой городской больнице. Он вернулся назад в свой родной город Брянск и активно работает в волонтерском центре. После тяжелой трудовой смены, он хирург, он приходит в волонтерский центр и работает там. И выходные, и вечером, и ночью, и во время пандемии. Молодой волонтер, депутат Брянской областной думы Артем Николаевич Ашека во время пандемии отработал с нами, каждый день в волонтерском центре, с вами, с теми, кто во время пандемии участвовал во всех акциях. Наш неоднократный чемпион мира по самбо, наша легенда, наша гордость, Артем Осипенко, тоже работал в волонтерском центре, тоже помогал нашим людям, которые по той или иной причине не могли покинуть дом во время пандемии, приобрести лекарства или продукты. Он помогал им, ежедневно находился рядом с ними. И об этом их никто не просил. Они сами изъявили желание помогать. И помогают до сих пор. Волонтерство уже семимильными шагами развивается в стране. Это на текущий момент уже даже не какая-то там отдельная инициатива. Это целый пул, целый комплекс различных направлений. Это волонтерство в спорте, социальное волонтерство, это волонтерство, там, помощь животным, это экологическое волонтерство. Целое большое количество направлений, они все время множатся и множатся, и позволяют людям неравнодушным, широким сердцем, с открытой душой, реализовывать свои потребности, скажем так, реализацию эмпатии, вот раскрыть свою душу. Я вас искренне поздравляю, искренне люблю то дело, которое вы делаете. Заряжать позитивом и вдохновлять на новые дела – это также одна из главных задач всех 23 объединений добровольческого движения в Унечском районе. Но и не только это призывают молодые активисты почаще вспоминать о том самом бумеранге добра. Мария Сильвестрова, Сергей Дюков, События Унеча.